В ноябре нынешнего года исполняется 400 лет со времен преодоления смуты и польско-литовской интервенции в России. Значительную роль в борьбе против захватчиков имела деятельность священномученика-патриарха Ермогена. Но несмотря на это, за все прошедшие столетия в Москве так и не было создано ни одного храма, освященного именем этого выдающегося церковного деятеля. В наши дни решено эту ситуацию исправить. Весной этого года в Москве в районе Крылатское наконец-то было начато строительство церкви в честь священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Чин освящения закладного камня в основании нового храма совершил 1 марта нынешнего года святейший патриарх Кирилл. В этот день исполнилось ровно 400 лет со дня мученической смерти святого. Жители района с радостью встретили вещество строительства, так как в Крылатском на 82 тысячи человек приходит только один действующий храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Вы знаете, мы в марте месяце закладывали камень вместе с патриархом. Очень много было людей, крылачане поддержали строительство. Я знаю, что в городе Москве не везде относятся положительные строительства, но здесь люди очень доброжелательно, по-доброму и ждали этого храма. Потому что в Крылатском всего один храм исторический, он находится очень далеко от северного Крылатского. Не секрет, что москвичи многие уже постарели и вот сходить очень далеко. А это будет домовой храм, это храм будет вблизи домов, то есть шаговая доступность, небольшой, всего на 200 человек. Находится очень в таком живописном месте, знаете, вот в живой микрорайоне. То есть храм будет живой и очень нужной людям. Строительство церковь в честь священномочника Ермогена стало возможным благодаря программе возведения 200 храмов в Москве. Сейчас на площадке ведется кирпичная кладка наружных стен подвала храма. Так что уже в ноябре нулевой цикл будет готов. Параллельно идет строительство дома Причта. На данный момент в нем монтируют фундаментные блоки. Работы на участке идут даже с некоторым опережением графика. Завершение строительства должно быть в 2014 году. Сейчас ведутся работы нулевого цикла. Но мы, в принципе, есть возможность завершить это строительство, как у нас, в общем-то. Мы обещали Владимиру Ильичу Лесину в этом 2013 году, в декабре 2019 года. По словам строителей, на площадку постоянно приходят жители района. Спрашивают о том, как продвигается стройка. Предлагают помощь. Люди очень ждут появления нового храма. Постоянно приходят, все спрашивают, когда, когда мы построим храм, чтобы можно было ходить и молиться. Поэтому мы стараемся как можно быстрее его завершить. Недавно в ходе еженедельных объездов площадку посетили кураторы программы 200. Они остались довольны ходом работы на участке и обратили особое внимание на то, что при подготовке территории к строительству не пострадало ни одно дерево. Все они были сохранены или пересажены. Владимир Лесин, советник святейшего патриарха Кирилла по строительству, рассказал журналистам о ходе реализации программы 200. В Москве сегодня строится, непосредственно в строительстве находятся 25 храмов. На 40 храмов сделана проектная документация. В общем, отведено 200 мест, где будут построены эти храмы. Из тех, что строится, два храма уже закончены строительством. Один из них, святейший патриарх, осветил некоторые годы, еще закончены до конца года. Программа возведения 200 храмов в Москве рассчитана на 15 лет и развернута во всех округах столицы, кроме центрального. Работы ведутся исключительно на благотворительное средство. Несколько церквей откроют свои двери для прихожан уже в этом году. Продолжение следует...